Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. В областной столице обсудили проект социально-экономического развития города. В Самарском университете прошла очередная стратегическая сессия. Дорожный сезон заканчивается. Активисты и общественники проверили качество выполненных работ. В Самарском районе на одну обновленную территорию стало больше. В рамках областного проекта «Содействие» новыми красками заиграл двор по адресу Некрасовская, 25. Каким должен быть город будущего, обсудили на заключительной сессии по обсуждению проекта «Стратегия развития Самары». По традиции, она прошла в точке кипения Самарского университета. Участникам, представителям экспертного сообщества, активным гражданам предоставили результаты корректировки и актуализации стратегии, которая проводилась на площадке университета на протяжении нескольких месяцев. В обсуждении приняли участие глава города Елена Лапушкина, председатель общественной палаты областного центра Габибулла Хасаев, ректор Самарского университета Владимир Богатырев и многие другие. Подробности в репортаже Ольги Павловой. О приоритетах, рисках и новых возможностях социально-экономического развития Самары до 2025 года рассказывает ректор Самарского университета Владимир Богатырев. Город богат ресурсами и первоклассными специалистами в области науки, экономики и IT-сферы, должен развиваться и идти много со временем. По данным социсследований, жители Самары высоко оценивают созданные возможности и условия для культурного и спортивного досуга. Впрочем, по мнению горожан и экспертов, столица региона также должна расти и в плане экономики, цифровизации, инновационных проектов. В стратегии заложено видение, то есть, какими мы будем на горизонте 2025 года, заложены также миссии и несколько целей, так называемых стратегических целей. Это четыре стратегические цели. Это наше экономическое развитие, социальное развитие, развитие самоуправления и также развитие городской среды, то есть развитие дорог, экологии и так далее. Городской округ Самары занимает ведущее место в потребительском рынке региона. Доля города в розничном товарообороте в первом полугодии этого года составила 44%. Самостоятельной отраслью экономики стал и туризм. В 2021 году в Самару прибыло более 700 тысяч туристов из-за рубежа регионов России. Наш город обладает большим потенциалом для развития курортного, спортивного, религиозного и гастрономического туризма. Исторический центр Самары в 2019 году получил статус исторического поселения регионального значения. Стратегия развития города до 2025 года, сохранение целостности исторического поселения, решение вопросов о праве собственности на землю, обновление инженерных сетей, расширение сети пешеходных маршрутов. Хочу сказать, что Самарский университет активно участвовала в научно-исследовательской и аналитической работе, подготовке обновленного документа. Вместе мы нашли способ организовать работу при всех пандемийных ограничениях. Вместе мы проводим завершающий этап в условиях стремительно меняющейся ситуации и обстановке новых вызовов. Но при любых условиях стремиться к развитию города, к благополучию граждан – это наша с вами непосредственная обязанность. Стратегия развития городского округа Самара обеспечила достойное место городского округа Самара среди сопоставимых городов и России, и мира. Во втором скорректированном варианте стратегии развития города – развитие внутригородских районов. В столице региона их девять. Вопросы, связанные с качеством жилищных условий, уровню благоустройства, доступностью социальной и транспортной инфраструктуры. Именно в масштабе одного района предлагается оценивать мероприятия по улучшению качества городской среды. Также стратегия дополнена новыми приоритетными направлениями. Новые цели и задачи связаны прежде всего с участием города в реализации национальных проектов. С 2019 года городской округ участвует в реализации десяти национальных проектов. По каждому из них администрации городского округа Самара проводится масштабная работа. Также в документе о стратегии развития города до 2025 года представлены задачи по развитию проекта «Комфортная городская среда» и «Экологическому благополучию региона». Но самое главное, как отметил председатель общественной палаты городского округа Самара Габибала Хасаев, все идеи необходимо привести к общему знаменателю и постараться не потерять ничего из того, что было предложено. Стратегию комплексного развития города до 2025 года приняли в Самаре в 2013 году. В процесс разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители Самары. Благодаря возможности горожан высказывать свои идеи и пожелания, обращать внимание на ключевые вопросы, утвержденная стратегия оказалась успешной. Документ, над которым работали 3500 самарцев, вошел в доклад ЮНЕСКО на конференции ООН по жилищному строительству и устойчивому развитию городов. Разработчики называют ее «Стратегией общественного согласия». Проект прошел широкое общественное обсуждение с привлечением ведущих социологов и применением новой технологии социологического эхолота. Скорриксированный вариант стратегии развития города до 2025 года после сегодняшнего обсуждения отправят на утверждение в Стратегический городской совет, после чего в конце этого года примут городской думой. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Временно исполняющим обязанности министра культуры Самарской области стала Ирина Калягина. Об этом сообщили в региональном правительстве. С 2015 года она была заместителем министра культуры, а также занималась стратегическим планированием и развитием отрасли профильного министерства. Напомню, 30 сентября Татьяна Мордуляш заявила о своем уходе с поста министра культуры Самарской области. И еще об одном назначении. Игорь Иванов стал начальником главного управления МВД России по Самарской области. Соответствующий указ подписал президент. Игорь Иванов работает в органах внутренних дел более 30 лет. До назначения в Самару занимал должность начальника полиции в Кемеровской области. Также получил специальное звание генерал-лейтенанта полиции. Напомню, ранее пост начальника областного главка полиции занимал Александр Винников. Сезон дорожного ремонта в Самаре движется к финишной прямой. Идет приемка выполненных работ. Специалисты профильного учреждения «Дорожное хозяйство» совместно с общественниками на этой неделе проверили качество асфальта и тротуаров на Волжском проспекте, которые комплексно отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Подробнее увидим в сюжете. Волжский проспект – одна из самых значимых улиц Самары. Она расположилась вдоль Самарской набережной визитной карточки города. Эту улицу на участке длиной 2,5 километра от Вилоновской до Осипенко комплексно отремонтировали в течение двух лет. Качество работ, которые завершили в этом году, проверяют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» совместно с представителями городской общественной палаты. Мы высказываем мнение от лица, в данном случае, общественной палаты, которая представляет интересных горожан. Те замечания, которые не в рамках документации, а с точки зрения понимания граждан, как вроде должен быть ремонт. На улице в рамках комплексных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» полностью заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары, восстановили газоны, нанесли разметку, установили опоры освещения, новые дорожные знаки и пешеходные ограждения для безопасного движения. Для маломобильных граждан и родителей с колясками сделали пандусы у пешеходных переходов, обустроили несколько дополнительных парковочных карманов по просьбам жителей города и остановочный карман для общественного транспорта у склона площади Славы. Это стало удобнее, потому что автобус, заезжая в карман, оставляет полосу свободной для движения. Для автомобилистов это удобно, конечно. Работы в основном выполняли ночью, чтобы не создавать помех для движения транспорта. На каждом этапе, от фрезерования старого асфальта до последнего благоустройства улицы, выполнение работ проходило под контролем МБУ «Дорожное хозяйство». На протяжении двух лет в круглосуточном режиме осуществлялись работы по контролю за ходом ведения работы. Это и отбор асфальтобетонных смесей с завода для контроля качества и соответствия условиям национального проекта и условиям муниципального контракта. Если в ходе проверки будут выявлены замечания, то в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан их устранить. Если повреждения дорожного покрытия или тротуара будут вызваны повреждением на сетях коммуникаций, то их восстанавливать будут специалисты, ответственных за сети ресурсоснабжающих организаций. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самарском районе на одну обновленную территорию стало больше в рамках областного проекта «Содействие». Новыми красками заиграл двор по адресу Некрасовская, 25. Там появились детская и спортивная площадки. Жители поделились своими впечатлениями с Еленой Чернявской. «Содействие в действии». Еще одной новой детской и спортивной площадкой стало больше в Самарском районе Самары. Теперь здесь есть все для веселого. Время провождения детей, антитравматическое покрытие соответствует всем нормам безопасности. А для комфортного отдыха здесь разместили скамейки, урны и ограждения. В итоге площадка получилась яркая, живая, интересная. Самое главное – это желание. Если даже жители придут к нам в отдел ЖКХ, либо обратятся к управляющим микрорайонам с этой идеей, и хотя бы первоначально на листочке нарисуют карандашиком, что они хотят получить в своем дворе, дальше уже будем совместно разрабатывать, реализовывать и придем к финишу, вот к такому красивому двору. Самое главное – это желание жителей. Дизайн-проект создавался при непосредственном участии жителей. Были обсуждения, размышления, даже споры. Какие-то моменты попросили скорректировать специалистов районной администрации. В итоге получили результат, которым жители довольны. И на своем примере убедились, что губернаторский проект «Содействие» действительно работает. С момента подачи заявки до завершения работы прошло три месяца. Это четвертая площадка в Самарском районе, выполненная по проекту «Содействие». Всем двором собрались и решили, что необходимо менять, делать новую. Подали заявку в администрацию района, рассмотрели заявку, приняли, начали делать. Я бы советовал другим жителям других дворов участвовать в программе реконструкции дворов. Это хорошо для детей, для самих жителей. Это нужно, это необходимо. Пусть не боятся, обращаются. Это будет все сделано. Площадка по адресу Некрасовская, 25. Еще один положительный пример реализации общественной инициативы. Новое пространство для детей появилось здесь благодаря активности жителей. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается работа по программе ОСВВ. Что значит? Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск бездомных животных. Теперь специалисты выезжают на отлов собак на специально раскрашенных автомобилях. Чтобы у граждан не было сомнений, что животных забирают на законных основаниях. Светлана Тимофеева расскажет подробности. Каждую машину обитатели приюта встречают громким лаем. Ловцы привезли новых животных. Взрослых собак вгружают вместе с клетками. А щенков несут на руках или в коробке. К сожалению, многие думают, что те, кто занимается, со словом, бездомных животных – жестокие люди. Но это совсем не так. Очень важно, конечно. Мы собак оберегаем, как сказать, от злых людей и добрых людей от злых собак. Ну, видишь, как у нас здесь. Они у нас и живут здесь, и радуются жизни. Вот. Мы оберегаем их. На сегодняшний день в службе по отлову бездомных животных работают четыре основные машины и две вспомогательные. Чтобы люди не сомневались в добрых намерениях, ловцов на автомобиле нанесли специальную раскраску. Чтобы процедура отлова была максимально гуманной, сотрудники службы проходят специальное обучение. Для меня тоже был такой важный момент, чтобы люди все были зрелые. Чтобы они понимали, как общаться с людьми, чтобы они любили собак. И все-таки не смешивали отлов и какие-то личные мотивы негативные по отношению к животным. Поэтому отбор у нас был достаточно серьезный. И сейчас я считаю, что видя, как каждый день ловцы уже привезли собак, высаживают их, с ними разговаривают. Иногда я застаю их за тем, как они обнимаются со щенками. Оказавшись в приюте, собаки проходят ветеринарный осмотр. Если животному требуется медицинская помощь, его лечат. Всем четвероногим делают операции по стерилизации и прививке от бешенства. Затем каждая собака получает специальную бирку, которые впоследствии помогают отследить судьбу животного. Нередки случаи, когда люди приезжают в приют и забирают четвероногих в семью. Мы их стараемся выкормить, вырастить. И в дальнейшем уже, естественно, попытаться щенкам найти дом, чтобы они обрели семью. Потому что очень много людей приходят к нам, интересуются. А можно мне вот... Я вот не хочу взрослую собаку, я вот именно хочу щеночка. Случается, когда уже чипированные животные возвращаются в приют. Это происходит, если собаки проявляют агрессию по отношению к людям. В таком случае они остаются под присмотром специалистов до конца своей жизни. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Вместо примечаний мелким шрифтом – понятная и удобная таблица. Именно в такой форме с октября этого года банки обязаны предоставлять клиентам всю информацию по вкладам и кредитам. Нововведение поможет сделать взаимоотношения с кредитными организациями более прозрачными, считают эксперты. А теперь банк обязан своему потребителю, неважно кто это, лицо, получающее кредит, либо лицо, осуществляющее вклад денежных средств в банк, обязаны предоставлять сведения относительно своего банковского продукта в форме понятной и доступной таблицы, где будут изложены, соответственно, все тарифы, процентная ставка, повышающие коэффициенты, и прочие вещи, которые важны, являются основными условиями по договору. Также в России с этого месяца отменили мораторий о банкротстве. Такую меру вводили в стране дважды – из-за антиковидных ограничений и после введенных в отношении России санкций. Было запрещено инициировать банкротство в отношении всех физических лиц, юридических лиц-должников. Суд не рассматривал такие заявления. Более того, была изменена обязанность самому подать заявление. И одновременно с банкротством был запрет на проведение исполнительного производства, на реальное взыскание денег с должников, на начисление пений, штрафов. В общем, весь мир финансов, ответственности, он замер у нас в период этого моратория. И он прекратился с 1 октября. Мы возвращаемся к старым правилам, и теперь исполнительное производство, взыскание долгов, банкротство будет идти в обычном режиме. С начала октября в России вступили в силу измененные правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Соответствующее указание Банка России предполагает 4 нововведения, которые призваны облегчить жизнь участникам дорожного движения. Также напомним, что в сентябре этого года был расширен коридор базового тарифа ОСАГО на 26%. Тему продолжит Светлана Тимофеева. Владимир Юзин за рулем больше 20 лет и сейчас зарабатывает этим на жизнь. Правил дорожного движения старается не нарушать. Но мелкие происшествия, после которых нужно обратиться в страховую компанию, хотя и очень редко, случались. И это сказалось на стоимости полиса ОСАГО. Когда было, там на даче соседа, чуть-чуть зацепил. Три года у меня было повышение, потом пошло-пошло и в норму, вошло в норму. Через три года вошло в норму. А так крупных аварий не было, слава богу. Напомним, в сентябре 2022 года коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширен на 26% вверх и вниз. Это сделано для того, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях, когда подорожали запчасти. Для граждан базовая ставка тарифа установлена в диапазоне от полутора до семи с половиной тысяч рублей. Это позволяет сдержать рост цен на полисы для аккуратных автовладельцев. То есть получается, чем больше ты соблюдаешь правила, тем меньше у тебя будет эта базовая ставка. Если ты совершаешь правонарушения постоянно, попадаешь в дорожно-транспортное происшествие, то страховать тебя будут по верхней планке этого базового тарифа. Кроме того, с 1 октября вступили в силу новые правила ОСАГО. Соответствующие указания Банка России еще в марте зарегистрировал Минюст. Документ предполагает четыре нововведения, которые касаются автовладельцев и потерпевших в ДТП. В частности, теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины без участия автомобилиста. Также, по новым правилам, владелец полиса при продаже своего авто обязан письменно уведомить об этом свою страховую компанию. Раньше это делалось добровольно. Еще одно нововведение. Возвещение о ДТП теперь не обязательно указывать данные очевидцев. Четвертое изменение обязывает страховщиков ознакомить потерпевшего в дорожном происшествии с результатами независимой технической экспертизы или оценки автомобиля. Ранее это делалось только по подаче им заявления. В целом, новые правила ОСАГО призваны облегчить жизнь участникам дорожного движения. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. В Самаре полицейский помог доставить беременную женщину в больницу, где она родила здорового малыша. За помощью к инспектору ДПС Максиму Букетову, который нес службу на посту на Южном шоссе, обратился ее супруг. Он рассказал, что жена в любую минуту может родить, а такси, на котором они едут в больницу, застряла в пробке. Инспектор присадил семью в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маяки, за 12 минут доставил семейную пару до приемного покоя. А уже через 20 минут на свет родилась девочка. Мама новорожденная через сервис приема обращений написала письмо со словами благодарности сотрудникам полиции, в котором попросила сообщить ей данные полицейского. Молодой отец и старший брат новорожденной встретились с Максимом Букетовым, чтобы выразить ему свою признательность. Хочу выразить благодарность сотруднику госавтоинспекции управления МВД города Самара Букетову Максиму за то, что он 1 сентября 2022 года моментально среагировал на просьбу отвезти мою беременную жену в больницу. Инспектор в свою очередь вручил им подарок с символикой ГИБДД и пожелал здоровья и благополучия всей семье. На новой банкноте в 500 рублей вместо Архангельска будет изображен Пятигорск. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. Вероятнее всего, на лицевой стороне купюры появится скульптура Орла, памятник Лермонтову или беседка Эолова Арфа. На обратной стороне могут оказаться знаковые места Северокавказских республик. Наибольшее количество голосов от членов экспертной группы получили Эльбрус, Дербенская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Торгим в Ингушетии. Экспертной группе важно наиболее полно отразить различные стороны жизни Северного Кавказа, его историю и современные достижения. Художники Банка России и Госзнака подготовят ряд концептуальных эскизов с различными сочетаниями объектов из финальной группы. В этом году исполняется 65 лет с тех пор, как в стране появился первый вечный огонь. Его зажгли в 1957 году на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, а тогда в Ленинграде. Что означает этот символ и как к нему относятся самарцы, узнали наши корреспонденты. В память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 65 лет со дня появления вечного огня в нашей стране. Впервые он загорелся в 1957 году на Марсовом поле в Ленинграде. И только спустя 10 лет, в 67-м, его зажгли у Кремлевской стены на могиле неизвестного солдата. Он служит напоминанием о тех, кто не вернулся домой с поля боя. Когда мы говорим о войне вообще, это что-то далеко. Когда мы говорим о конкретном дедушке, о бабушке, об отце, о сестре, то это становится нам ближе. И мы понимаем, что это действительно история про нас, про всех нас, про жителей большой и великой страны. Вечный огонь – это символ. Это то, что всегда согревает нас, то, что всегда напоминает нам о важном, то, что дает нам право оставаться людьми. В разных городах России вечный огонь имеет разную форму. В Москве, у Кремлевской стены, он выполнен в виде пятиконечной звезды. В Санкт-Петербурге имеет форму четырехугольника. Пятигранный в Калининграде, а на Мамаевом кургане он выполнен в виде факела в руке Родины-Матери. Но везде он символизирует памятник вечной славе погибших на полях сражений. Это символ памяти о людях, которые отдали свою жизнь за Россию, за страну. Вечный огонь – это символ памяти. Памяти о том, что мы защитили свою Родину, Великую Отечественную войну. Символ того, что мы победим всегда. Символ единства нашего. В первую очередь, конечно, память. В каждом регионе страны, в каждом городе есть свой вечный огонь. В этом году Государственная Дума приняла закон о том, чтобы в России все вечные огни работали бесперебойно. Инициатором стал депутат от Самарской области Александр Хинштейн. Михаил Ермоленко, Евгения Усова, Константин Головин. События. В Самарском дворце ветеранов прошел концерт для пожилых людей «Нам года не беда». В зале собралось более 70 ветеранов и инвалидов. Их поздравляли с Международным днем пожилого человека и Днем учителя. Туда же отправилась наша съемочная группа. «Мои года – мое богатство» – это слова про людей, которые собрались сегодня в Самарском дворце ветеранов. Представители серебряного возраста пригласили по случаю двух праздничных дат – Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, и Дня учителя. Так как пожилой человек прожил большую жизнь, он уже сам по себе учитель. Учитель в жизни, учитель по работе, учитель просто, потому что он уже немножечко больше знает, чем мы. Поэтому мы решили объединить два мероприятия. Мы отмечаем День пожилого человека и День учителя одновременно. В зале Дворца ветеранов собрались более 70 человек. Для пожилых людей организовали праздничный концерт. Перед гостями выступили танцевальные и вокальные коллективы разных возрастов. Пусть с дождями прольется живая вода, на экране из кожи рыбных шлях. Для меня вот прийти во Дворец ветеранов – это уже праздник. Здесь такие светлые люди, они встречаются улыбкой. И, естественно, ты приходишь с улыбкой, делишься своим позитивом. Потому что в наше трудное время позитив и счастье, улыбка – это самое ценное в жизни. Человек, который улыбается, ему легче жить. Праздник для взыскательной публики устроили сотрудники Самарского Дворца ветеранов совместно с городским обществом инвалидов. В пожилом возрасте человек особенно нуждается. Нуждается и в добром слове, и просто в ощущении своей причастности к жизни, к тому большому обществу, в котором мы все живем. И самое страшное для человека, который ушел на пенсию – именно быть оторванным и изолированным. А Дворец ветеранов – это все позволяет уменьшить, и в то же время дать пожилому человеку уверенность и стабильность в жизни. Такие концерты уже стали традицией. Домой гости ушли с подарками и хорошим настроением. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. А выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. И до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»